Я думаю, что через неделю у нас возможен, скажем, скачок заболевших из-за того, что произошло в субботу. Если вдруг это произойдет, что мы будем делать? Ну, надо еще раз за сегодня посмотреть все учреждения, которые здесь близки к городу Хабаровску, в Хабаровске более-менее подходящие, ну и, соответственно, и рассмотреть радиус подальше. Потому как, чтобы мы с вами потом врасплох не были застегнуты. Я боюсь, что просто придется перепрофилизировать другие лечебные учреждения. И это надо посмотреть? Вот, и, соответственно, другую логистику определять. Почему? Потому что мы не можем кусок взять у больницы и перепрофилизировать его, понимаете? Если перепрофилизировать, необходимо перепрофилизировать все лечебные учреждения. Все. И, соответственно, потоки людей, которые пойдут с экстренной хирургической помощью, терапевтической помощь, Их надо куда-то будет определять. Конечно, это усложнит наши задачи. Но мы проработаем этот вопрос, Юрий Александрович, я вас услышал. Я доложу этот вопрос на следующем штабе. Давайте, потому что даже можно и в рабочем порядке, потому как это неизбежно произойдет. Судя по тому, что с теми принимаемыми, казалось бы, на наш взгляд, мерами мы растем. А здесь вообще из рук вон ситуация, и она за собой потащит, наверное, очень нехорошие для нас. Юрий Александрович, открываешь интернет, уже Чуланов, человек с мировым именем, комментирует ситуацию не ношения масок и всего остального. И тоже прогнозирует большой рост заболеваемости на территории Хабаровского края. Это главный инфекционист Минздрава Российской Федерации. К сожалению, вот ваша участь, ваша миссия такова, что вы тут по большому счету заложник этой ситуации. А мы ликвидаторы, Юрий Александрович. Пока есть у нас тут несколько часов, надо их использовать для того, чтобы подготовиться. Продолжение следует... Продолжение следует...